День государственности Сербии отмечается 15 февраля в церковный праздник Сретения в память о 15 февраля 1804 года, когда в маленьком посёлке Арашец в Шумадии началось первое сербское восстание, а в 1835 году в Крагоевоце провозглашена и подтверждена присягой первая демократическая конституция княжества Сербии. Праздник, который мы отмечаем и называем Сретением, это день, когда вспыхнуло первое сербское восстание, крупнейшее народное восстание в истории Османской империи и одно из крупнейших в истории сербского народа. Оно обозначило и начало процесса создания национальных государств и гражданской революции на Балканах. После этого восстания государство и его институты начали развиваться по модели учреждений свободных европейских государств, которые были заложены ещё в период Французской революции. В тот день, 2 февраля 1804 года по старому стилю, то есть 14 по новому стилю, в ответ на многолетний произвол янычар, на резню, устроенную янычарами в конце января 1804 года и направленную на истребление вождей возможного сопротивления, было убито в различных местах Пашалыка одновременно около 70 сербских старейшин-кнезов. Началось стихийное народное восстание, которое уже в 1806 году, после освобождения Белграда, переросло в настоящую революцию. В ходе восстания сложились первые институты государственной власти, возрождающиеся Сербии. Главным его итогом стало то, что впервые за несколько веков Османская империя в международном документе, которым является Бухарестский мирный договор 1812 года, признала право сербов на автономию. Второе восстание 1815 года способствовало созданию автономного сербского княжества со своим парламентом, конституцией и правящей династией. Вторая важная дата, связанная с государственностью современной Сербии, это 15 февраля 1835 года, когда принята первая конституция Сербии, Сретенская конституция и отменен феодализм. Правителем Сербии в то время был князь Милош. Противники князя Милоша организовали в 1835 году так называемый Милетин бунт, который завершился не подавлением, как десяток других ранее, а компромиссом, так как войско и часть правящих субъектов поддержали восставших. В течение 10 лет, предшествовавших 1830 году, Сербия сумела завоевать автономию, которую признали Порто и Санкт-Петербург, а в 1833 году она распространилась на те области, точнее, нахии, которые Сербия потеряла в результате первого сербского восстания. Это прежде всего область Тимачская краина и юго-восточные районы Сербии. Князь Милош принял конституцию, которую написал Дмитрий Давидович, его личный секретарь, бывший одно время и министром просвещения. Конституция была исключительно либеральной и первой конституцией Балканского государства. Сретенская конституция написана по образцу конституции июльской монархии во Франции, Хартии 1830, и была самой демократической конституцией того времени на территории, расположенной к востоку от Франции. Эта конституция существовала недолго. У нее было много противников за рубежом, в первую очередь в Российской империи и Хабсбургской монархии. Сретенская конституция была вскоре отменена, а четыре года спустя политическая группировка Устава Бронителей, то есть защитников конституции, по договору с турками сумела ввести так называемую турецкую конституцию, которая оставалась в силе вплоть до 1869 года. День государственности Сербии отмечался до формирования Королевства сербов, хорватов и славянцев, когда был отменен. По постановлению парламента Сербии 2001 года, Сретене снова стало государственным праздником – Днем государственности Сербии. Сретене, наряду с Днем Святого Саввы и Видов Даном, относится к важнейшим праздникам сербского народа. Субтитры создавал DimaTorzok